Сейчас, чтобы пересечь проспект Мира, нужно дождаться зеленого сигнала светофора. Но уже на следующих выходных все изменится, ведь главный проспект нашего города вновь станет пешеходным. 4 июня стартует второй сезон проекта в центре мира. По опыту прошлого года, каждые летние выходные перекрывать будут три квартала проспекта. От улицы Перенсона до улицы Обороны. Для проезда автомобилей оставят улицу диктатуры пролетариата. Общественный транспорт пустят в обход по Ленина и Маркса. Прикрывать проспект будут каждую пятницу, вечером в половину девятого. Автомобилистов организаторы просят заранее, до шести часов вечера, убирать автомобили, припаркованные в зоне планируемого перекрытия. Красноярцам на участке свободном от автомобилей во всех смыслах будет где разгуляться. Одна из локаций полюбившихся красноярцам еще с прошлого года – это сквер имени Александра Сергеевича Пушкина. Ну а всего в день открытия проекта организаторы обещают красноярцам аж восемь точек притяжения, которые растянутся вдоль всего перекрытого участка проспекта Мира. Будет и полюбившийся красноярцам огромный зеленый газон и уличный кинотеатр. Всего только в первые летние выходные организаторы обещают более 30 разноформатных мероприятий и зон отдыха. От уютных летних кафе на пешеходном проспекте предприниматели организуют свыше 450 посадочных мест до разноплановых развлекательных площадок. Отдельное внимание 4 и 5 июня уделят юным красноярцам. Для них организуют локации к Дню защиты детей. Так на пешеходном проспекте, к примеру, планируют развернуть детский автогородок. Кроме того, организаторы обещают учесть и прошлые ошибки. Были детали, например, громко играющая музыка для людей, которые живут здесь, неподалеку. Это первое. Да, были элементы незаконной торговли, кстати. Мы на это будем обращать очень пристальное внимание, потому что люди приходят отдыхать. И зачем это нужно? Ну, что касается чистоты и порядка, я думаю, что в том году отметили, что было сделано все. Чтобы каждая отдельно взятая бумажка не лежала на тротуаре не более 5 минут, например. Ну и куда же без нововведений? Конечно же, гостей пешеходного проспекта во втором сезоне будут удивлять чем-то новым. К примеру, вот этот участок от улицы Обороны до диктатуры пролетариата превратится в фестивальный квартал, где будут проходить различные тематические фестивали. Организаторы подчеркивают, центр проспекта Мира будет исключительно пешеходным. А значит, путь в пешеходную зону закрыт не только автомобилистам, но и велосипедистам и самокатчикам. Все, чтобы и любителям размеренных пеших прогулок, и приверженцам спортивного образа жизни было комфортно. Ну и, конечно же, вечный вопрос – а что с погодой? Организаторы дают однозначный ответ – проекту в центре Мира быть при любой погоде. В случае непогоды мы помним, что центр Мира – это атмосферное место. Это такая общегородская гостиная, где можно с семьей, с друзьями провести место, попить кофе, послушать приятную музыку. Она будет звучать в течение всего дня с 10 утра до 10 вечера. Поэтому какие-то активности, которые не предполагают плохой погоды, мы их просто перенесем на другие выходные. А в эти выходные организуем что-то такое, что не навредит здоровью и с учетом погодных условий. Ну а главными продюсерами и идейными вдохновителями проекта в центре Мира сами организаторы называют именно красноярцев и приглашают вас делиться, каким же вы видите пешеходный проспект. Для этого уже есть аккаунт в социальной сети ВКонтакте и канал в Телеграме в центре Мира. Ссылку вы сейчас видите на экране. Ну и до встречи в центре Мира. Светлана Чернышевич, Владимир Антонов. Новости ТВК.